Добрый день, ВК. Расскажите про коричневые яблони ни разу не увидала. Это первый вопрос. Я пытался понять. Вы знаете, допустим, это украинский язык. Про коричные. Ну, есть коричный сорт яблони. Это я обещал ответить человеку, который, по-моему, зовут Майя. И, наверное, с Украины. Коричные яблоки есть, но я про них никогда не рассказывал. Вряд ли. Тогда я пытался перевести на русский. Я вспоминаю, что такое коричные. Ну, можно заменить слово «полезные». Можно заменить слово «выгодный». Допустим, расскажите про выгодное яблони. Ни разу не видала. Ну, что я тут скажу. У нас впереди сотни вебинаров. Мы Павленчикова расскажем про каждое. Это я вам обещаю. Вторая. Венгерка – это просто богатырская или просто венгерка? Значит, ответ такой. Я же ей отвечал. Там в комментариях был вопрос. Поэтому проще прочитать. Привет, землячка. Венгерка – общее название слив как отдельного неповторимого вида. Кстати, вот венгерки или инклоды, они настолько не похожи. Ну, их нельзя и то, и то назвать сливы. Что-то одно надо назвать сливы, а что-то другое вообще непонятно чем. А принятых назвать сливы. Но они родственники. Они могут и опылить друг друга. Можно привить одно на другое. Ну, будем, ладно, пусть и то, сливы и то. Но венгерка – это огромный класс. Кто-то говорит, что родина Венгрия. А может быть, и не Венгрия, а пошло. Но на Украину попало с Венгрии. А я им там объедался. Очень уважаю венгерку. А потом получилось как? Я только один сорт привез с Украины. Называется богатырская. Это уже конкретника. Так. А почему богатырская? Плоды – это 50-60 грамм. Скажите, что не богатырская. Ну, я не готовил конкретно эти самые. А еще у меня есть грация, в другого места попала. Еще у меня есть, ну, это, короче, четыре разные. Вот. А еще больше их у Владимира Александровича Тотарова. Тоже венгерка. И такая, и такая, и такая. Но венгерка – общее название. А дальше идет уже конкретно. Я написал. Богатырская тоже форма или сантообразец. Внешне все венгерки похожи. Я про плоды. А, их что интересно, да, у них листья у всех похожи. И вот эти листья, их совершенно боятся тля, к ним даже не подходят. Совершенно для тли, они вообще несъедобные. Я на них отдыхаю. Ничего им делать не надо. Не поливать, не поливаю. Не это самое, не удобряю. Не опрыскиваю. Ничего не делаю. Ну, вы знаете, там русские сливы, китайские сливы, что еще. Весь склад слив круглоголовыми называют трюклодами. Когда круглая голова у них. Вот. Они все боятся тли. А венгерка нет. Поэтому для меня венгерка, да и учитывая, что я вырос на них, на Украине. Вот. И собирал их. И в колхозном саду собирал. Для меня это сорт номер один. Не, ой, конечно, сувенир Востока. Я называю королеву саду. Но это Китай. Так что зря я, конечно, сказал сорт номер один. Сорт номер один-два. Сувенир Востока и венгерки. Это мои главные сорта. Сегодня я снимал фильм. Увидите, как люди едят их и как они наслаждаются. Так. Главное качество. Это я дальше продолжаю про венгерки. Прекрасно приживается на любые подвое. Морозостойки. Будучи сеянцами, дают плоды внимания. Почти неотличимы от родителя. Но нуждаются в опылителях. Вот я как мог ответил на ваш вопрос. Вы спросили, венгерка это ты или это ты? Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.